Итак, друзья, мы готовить будем сегодня рулетики из баклажанов. Посмотрите, какие классные баклажаны. У нас сейчас уже по хорошей цене большой выбор именно натуральных, таких неимпортных баклажанов. Но для начала мы начинять туда будем в рулетике пхали, как бы типа пхали из баклажанов. Что такое пхали? Это такая грузинская закуска. Вы наверняка видели ее в ресторанах. То есть баклажан для начала нам нужно запечь, потом снять с него кожуру, перерубить и с ореховой заправкой перемешать. Итак, давайте я выберу, наверное, самый большой я запеку. А вот из этих будем делать уже лепестки, будем их обжаривать и внутрь будем закручивать вот эту вот начинку из пхали. Сначала нужно будет нам смазать это все оливковым маслом и поставить в духовку. Я продолжаю наши баклажановые рулетики. Вот мне привезли грецкие орехи. Нам нужно их просушить. Для чего? Чтобы снять вот эту горькую кожицу. Она нам будет мешать. Можно, конечно, этого не делать, но лучше сделать. Поэтому постоянно следите, чтобы не сгорели. Итак, продолжаем. Обжариваем луковицу. Здесь уже у нас остывшие орехи. Сейчас будем их вот так вот перетирать двумя ладошками, чтобы очиститься от этой вот кожуры. Они легко у вас отрутрутся, и у вас будет такая спа-терапия для кожи рук, то есть масло грецкого ореха. Дальше. Баклажан я уже очистила, остудила и порезала на кусочки. И вот хочу сказать, что вот если вы соедините лук с измельченными орехами, с кинзой, с бульоном, который мы сделали, да? Бульон, помните, я сделала. Это и будет ореховая заправка для первой. Для сациви, для пхали, если вы делаете пхали с баклажанами, и третьей для вот этой начинки для наших рулетов. Это такая грузинская ореховая заправка. В общем, я обжариваю лепестки наших баклажанов. Здесь, еще раз повторюсь, жареный лук, жареные, вернее, высушенные прокаленные орешки грецкие, очищенные от кожуры, пропущенные через мясорубку. Через мясорубку с кинзой, солью и чесноком. Это наша начинка для наших вот этих вот рулетов. Сейчас я когда все дожарю, уже будем начинять. Ну что, друзья, вот такие рулетики у нас получаются внутри начинкой. Вот показываю, что у нас получилось. Вот, и это еще все равно не все на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok